Выставка работ польских фотохудожников «Ята Бестайн» открылась в рамках сотрудничества Регионального музея города Луково и Брестского областного краеведческого музея. Отверной точкой совместной деятельности двух учреждений культуры стал договор о взаимном партнерстве, который положил начало двустороннему обмену в области просвещения и культуры. В 2012 году мы принимали выставку «Деревянные резьбы Луково», которыми они очень славятся в своем регионе. В прошлом году мы вывозили выставку своих работ «Рисунки Губенко» Брест в 30-50-х годах и представляли в Луковском музее свою выставку. Но в этом году вновь принимаем своих коллег и на этот раз решили сделать выставку природоведческого характера. Это выставка работ польских фотохудожников, как профессионалов, так и любителей, работников заповедника «Ята», природе которого и посвящены работы. Удод и серая цапля, трутовики, квакша, плутовки лиса и санитара леса волки. Около полусотни представителей флоры и фауны заповедника «Ята» во всей красе были запечатлены польскими фотографами во время их творческого вояжа по территории заказника. Кроме разнообразного видового состава обитателей лесных массивов, резервант славится редким и очень древним видом хвойного дерева. Заповедник «Ята» – один из старейших заповедников Польши и начали охранять здесь природу начиная с 1933 года. И прежде всего он был создан для охраны пихты. Заповедник «Ята» – это не только природный резерват. С этим местом связана история Польши и Бреста. Во время январского восстания 1863 года в здешних лесах скрывался известный польский генерал Ксёнс Станислав Бжузский. Однако был пойман и казнен, после чего его тело было замуровано в казематах Брестской крепости. Далее эстафету переняла история Второй мировой, во время которой на территории заказника находились три советских лагеря. Заболоченная местность и редкие, часто непроторенные тропы и заповедные земли в свое время стали идеальным убежищем для партизан. Тогда для них многовековые чищобы ассоциировались со вторым домом – местом, где можно ощутить единство с природой и довериться ей. Похожие чувства, вредя на фотографии заповедника, испытывают современные ценители и знатоки нетронутых уголков природы. Сделаны высокопрофессионально, сделаны с любовью к природе и прививают любовь у человека. Очень отрадно, что здесь много детей сегодня. Я думаю, что, может быть, будущие художники, а может быть, волонтеры по защите, охране природы, по наведению порядка на охраняемых территориях. Поэтому я считаю, что это очень важно, очень нужно и большую пользу привезут. С ответной экспозиции в оригинальный музей города Луков Брестские коллеги собираются приехать в следующем году. Какой направленности будет вернисаж – историческое или экологическое – вопрос остается открытым. А пока любители уникальной флоры и фауны могут наслаждаться экспозицией «Ята Бестайн» до конца октября. Продолжение следует...